Привет, друзья! За недельку у нас подкопилось немного вопросов, и сегодня я хочу на них поотвечать. Я решил, что буду периодически снимать рубрику «Ответы на вопросы», так что если у вас есть интересующий вопрос, интересующий вас, пишите здесь в комментариях, и я думаю, через недельку-полторы я сниму следующий выпуск. В следующий раз я буду отвечать только на те вопросы, которые будут интересны другим людям, то есть под которыми поставят лайки. Так что если вы хотите что-нибудь у меня спросить, прямо сейчас можете написать внизу свой вопрос и пролайкать интересующие вас вопросы. Ну что, давайте не будем долго затягивать, у меня через час шоу, я вот в перерывах между шоу решил быстренько снять ответы. Первый вопрос. Ацтек спрашивает, сколько лет ты катаешься? Катаюсь я с 2007 года, это уже получается 9 лет у нас. То есть кому-то кажется много, кому-то мало, но вот 9 лет. Вадия Хартисов. Какой был первый байк и как тяжело или легко давали стрижки, как учился в школе? Ну начну я наверное со второй части вопроса. В школе я учился не очень хорошо, до пятого класса я учился на четвертке и пятерке по пятибалльной системе, а после пятого класса немножко скатился и честно говоря, я не скажу, что я жалею, что учился плохо. Мне кажется, что знания, которые преподают в наших школах, вам не особо пригодятся. Ну кроме естественно научиться читать, писать и там физкультура такое. А вот остальные предметы, я считаю, что их преподают не так как следует, и они только отбивают желание учиться у людей. Так что я думаю, не парьтесь по поводу своего образования. Просто занимайтесь тем, что вам нравится, и вы будете в итоге делать это хорошо, и будете получать за это деньги. Сейчас мир открыт, так что не парьтесь по поводу школы, и не показывайте это видео своим родителям. Какой был первый байк и как тяжело или легко давались стрижки? Первый байк у меня был, как же он назывался, Ford Balance, по-моему. Сейчас я, наверное, вы не найдете таких великов. Это был ужасно тяжелый, ужасно неудобный, ужасно страшный байк, но в то время он мне казался крутым. Он у меня рассыпался буквально за месяц, наверное. Сейчас таких великов, наверное, таких херовых великах, как у меня был первый мой байк, наверное, не существует. Как тяжело или легко давались трючки? Ну, все зависит от трюка. Например, там 180 такие трюки я учил быстро, а вот, например, там Tail Whip, хотя и Tail Whip я более-менее... Ну, все зависит от трюка. Дабл Whip мне долго давался. Вот Дабл Whip я, наверное, где-то полгода учился, если не больше. Бэкфлип за два дня научился. Ну, то есть, все от трюка зависит. Если будете задрачивать, то получится у вас быстро его посадить. Влад Владу спрашивает. Ты будешь на каких-то других велосипедах кататься, кроме BMX? Ну, честно говоря, не всегда хватает времени покататься на BMX, ну, кроме, помимо работы. Вообще, планировал. Я раньше хотел купить себе МТБ-ху и участвовать на соревнованиях в дёрте в МТБ категории и в BMX. Ну, это было года три назад. А сейчас, нет, не планирую. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь приобрету себе еще. Вообще, мотоцикл хочу. Так, Светлана Дуброва. Девушка спрашивает. Во сколько лет ты начал кататься? Начал кататься я в 17 лет, но я считаю, что чем раньше вы начнете кататься, тем лучше для вас. Я сейчас недавно видел парня здесь в Кёльне, контест был, ему было, я не знаю, лет, наверное, 8. И он уже такие трюки делал, которые я сейчас не делаю. Так что, чем раньше вы начнете кататься, тем лучше, потому что мышечная память у детей лучше. Меньше страха в голове, вы меньше видели травм за свою жизнь, меньше ответственности. И поэтому, чем раньше, тем лучше. Не бойтесь начинать, и чем раньше, я же говорю, тем круче для вас. Что, идем дальше? Ярик Вирченко спрашивает, как ты попал в Германию? Мне написал Дима Гордея и говорит, есть Варик, прилетай работать. Я говорю, окей, Димон, прилечу, вот так вот и попал. Сколько лет знаешь Денчика и Диму? Ну, Димона я знаю уже года три. Пару лет назад я работал в Китае, выступал. Мы там еще с Димоном списывались, по-моему, мы еще раньше с ним в интернете начали общаться. Вот, честно говоря, я не помню, надо по истории посмотреть. Ну, вот уже года три, я думаю, я знаю Димона. Ну, а с Денчиком я познакомился уже непосредственно здесь. И по интернету мы начали общаться буквально за два-три месяца до того, как я сюда прилетел. Андрей Коновалов спрашивает. Говорит, привет. Ну, привет, Андрей. Ребят, я больше не буду на такие вот комментарии отвечать. Не обижайтесь. Игорь Яц спрашивает. У тебя есть девушка? Да, у меня есть девушка. И она меня ждет в Украине. Ермак 5. Слабо сальто вперед. Ну, фронтфлип, ты имеешь в виду, я так понял, на велосипеде. Да, честно говоря, слабо. Я вообще делаю его в мягкое, в подушку, в поролон. Но вот боюсь пробовать на жестком. Я, когда его учился, выбил себе передний зуб, потом наращивал. В прошлом году я планировал его сделать. Даже ездил в Киев, там, прокачивал его в поролон. А потом что-то как-то подзабил. Стрёмно, стрёмно. Я часто очень долго решаюсь на трюке. Вот, например, бэкфлип, тейлвип я попробовал на жестком, упал сильно. И теперь, как бы, боюсь. Но до этого крутил его постоянно в мягкое. Вот такая вот у меня штука. Хотя, может, посажу. Не знаю, пока слабо, пока слабо. Так. TheMaxPlay. Как ты познакомился с Димой Гордеем? Ну, я уже ответил там в предыдущем. Раньше чуть ответил на этот вопрос. Дима, кстати, очень крутой тип. Не знаю, может, когда-нибудь даже отдельное видео про него сниму. Я ему очень благодарен. Он меня многому научил. Вы не знаете, сколько он времени тратит на свои видосы. Реально, таких людей, как Димон, я думаю, мало. Я рад, что с ним познакомился. Я надеюсь, он не будет это видео смотреть. А то будет смеяться там с меня. Начал смотреть его видео и понял, что у нас много мыслей совпадает с Димоном. И вот здесь мы тоже замечаем, что даже бывает такое. Там, одновременно какую-нибудь фразу скажем или одновременно о чем-то подумаем и начнем обсуждать. Ну, вот такие чуть-чуть у нас. В чем-то мы похожи с Димоном. Ну, вот как-то так. Игорь Яц, сними свой район. Там еще кто-то писал, сними свой район. Я не совсем понимаю, зачем это делать. Я снимал видео, как же оно называлось, в поисках Wi-Fi. Можете у меня на канале посмотреть. Там я немножко снял свой район, свои окрестности в Германии, где я живу. Но если вы хотите, напишите под этим видео. Если пост соберет много лайков, то сниму. Мне, в принципе, не сложно. Но я не совсем понимаю, зачем. Или ты имел в виду свой район у себя в Украине, но там вообще нечего смотреть. Не знаю, ребят, если хотите, пишите в комментариях, что конкретно вы хотите, чтобы я снял. И какой район, ну, сниму, если вам это интересно. Так, Аня Михайлова, еще одна девчонка. Что тебя сподвигло на катание в BMX и что тебе нравится в BMX? Так, мне скоро шоу. Что меня сподвигло? С 14 до 16 лет я занимался мотокроссом. Катался, прыгал на мотоцикле. И там я увидел парня, у которого в тот момент был одного из первых велосипед BMX в нашем городе. Девчонки идут. И вот я, короче, сначала не знал, что такое BMX. Начал общаться с этим парнем. Думал, это вообще какой-то детский велик с какими-то железными трубками непонятными. Он с пехами в то время уже катался. И что-то пытался типа флэтлендом заниматься. Я начал общаться с этим парнем и понял, что это не детский велик, что это классная тема, что это BMX. В то время реально никто... У меня в городе буквально, может, 2-3 человека каталось. Никто не знал, что такое BMX. У нас не было интернета. И этот парень меня подсадил. Он мне начал давать журналы, маутинбайкер. Я их там залистывал до дыр. Я потом общался-общался с этим парнем, очень сильно подсел. И вот что мне понравилось. Когда я занимался мотокроссом, мне нужно было доехать примерно 20 километров до того места, где я занимался в клуб. Потом, это час, наверное, времени у меня занимала маршрутка, туда-сюда. Приезжал, переодевался, одевал форму, выходил, заправлял мотоцикл, катил его на трассу, прогревал. Только потом катался там, около часа у нас тренировка была. Возвращался с этим мотоциклом, опять же катил его в клуб, ставил, раздевался, переодевался в грязное. Проверял мотоцикл, мыл его. И это занимало кучу времени. Потом еще возвращался домой. И мне приходило, уходило на мою тренировку полдня. При том, что я ездил буквально там, ну час, час у нас тренировка длилась в среднем. А в BMX мне понравилось, что свобода. Ты можешь взять велик и поехать, куда хочешь кататься. Хочешь на дёрт, ты хочешь стрит, у тебя нет тренера. И ты можешь с друзьями в любой момент созвониться и поехать, куда хочешь. Ты можешь взять свой велосипед, улететь в другой, уехать в другой город, улететь в другую страну. Мне понравилась свобода в BMX. Ты можешь учить любой трюк. Ну, очень-очень много свободы давал BMX. И вот поэтому я ушел с мотокросса и начал заниматься, начал кататься на байке, на BMX. Но, кстати, мотоциклы я очень люблю по-прежнему и, возможно, приобрету себе. Лялька Ю спрашивает, какое у тебя хобби, кроме Бэма? Ну, кроме Бэма, я люблю пиздеть в микрофон. Меня часто приглашают комментировать фестивали, соревнования. Очень люблю я на публику вещать что-нибудь. С девушками мне нравится общаться, путешествовать мне нравится. Вот, наверное, три таких вот моих увлечения самых основных. Ну, а так там, чтение, туда-сюда. Ничего такого конкретного. Вот, вот как-то так. Ярик Вирченко спрашивает, как ты относишься к катанию и к курению алкоголя? Я так понял, Ярик интересуется, как я отношусь к курению и распитию спиртных напитков во время катания на байке. Я отношусь негативно, потому что, когда вы пьете спиртные напитки, у вас замедляется реакция, конечно, и добавляется безбашенность. И ты можешь что-нибудь попробовать и очень сильно травмироваться. Поэтому отношусь плохо, но когда я не на велосипеде, я раз в полтора-два месяца позволяю себе там либо вина, либо чуть пива выпить, как и многие райдеры. И люблю курить кальян, сигареты я не курю, периодически курю кальян. Хотя знаю, что это тоже не совсем хорошо, но вот такой вот я. Буду стараться говорить с вами честно, так что я не святой. Миша Гулич спрашивает, как звать твою девушку? Мою девушку зовут Женя, либо Евгения. Деб Депрэшн, какое твое любимое блюдо? Необычный вопрос. Кстати, очень интересно отвечать на самом деле. Всем так интересно, что за камера у меня стоит. Почему он взял с собой вторую Гопрошку и почему-то она не хочет снимать? Так, ну ладно. Любимое блюдо? Ну, я очень люблю кушать мясо. И, наверное, мое любимое блюдо это шашлык. Вадия Картисов. Когда выйдет видеообзор батутбайка? Вот не знаю, ребят, это вопрос к Диме. Спрашивайте у него, я обзор батутбайка не снимал. Клэш. Дима поздравляю, спасибо. Кстати, первый человек, который меня поздравил. Сколько ты катаешь и сколько твоему байку? Ну, катаюсь я 8 лет, 8 или 9, вот как-то так. А байку моему, смотрите, я велосипед, никто из райдеров особо не покупает велосипед вот так вот целиком и катается, катается, потом меняет его на опять же новый велосипед. В основном все собирают. И вот я как бы не исключение. У меня какой-то детали на моем велосипеде около 3 лет, к примеру, а какую-то я купил неделю назад. И вот как мне отвечать, я не знаю, вот. Так что вот нет четкого ответа на этот вопрос. Раму я поменял вот весной. Наверное, чуть позже сниму обзор. Сейчас я катаюсь на Килобе, Total Bay Mix Килобе, до этого у меня Magellan Crazy Pro стояла. И вот хочу снять такое видео и сравнить бюджетную дешевую раму и дорогую. Какую лучше брать и стоит ли переплачивать. Это я чуть наперед отбегаю. Серж Гуреев, начнешь ли ты снимать HowTo? Ну, честно говоря, я не планировал. И вот я считаю, что Димы на HowTo, в них рассказано по максимуму информации и все, что необходимо там есть. Он тратит кучу времени, сил, энергии, чтобы снимать и довольно доходчиво там все рассказывать. И, честно говоря, я не знаю, что там дополнить можно. Но вот я говорил с Димой на эту тему. И мы пришли к выводу, что одним людям нужно просто услышать, возможно, одно и то же, но от другого человека в другой формулировке. И ему будет понятней. Ну, из этих соображений, может быть, можно было начать снимать. Но, честно говоря, не хочу. Потому что у меня и так с Димоном очень много похожего контента. А тут еще начну снимать то же самое, те же HowTo, которые у Димона получается снимать намного лучше, чем у меня. И пока не планирую. Но посмотрим. Не хочу, честно говоря. Привет, Дима. Сними видос про свой номер в гостинице. Но я, честно говоря, не знаю, что там снимать особо. Если, давайте так, напиши еще раз этот вопрос под этим видео. Если вопрос наберет больше 30 лайков, я сниму. Если нет, то нет. Ну, потому что, может быть, это интересно только тебе. А я буду снимать, и все остальные будут с грустными лицами сидеть и смотреть это. LifeRiders. Какие грипсы купить? Я бы советовал тебе купить грипсы ODI. Я считаю, это самые крутые грипсы. Они у меня держатся больше, чем год. Предыдущие, которые у меня в ODI были. Мне так нравятся немцы, так наблюдают, как я снимаю. Что, возьми ODI грипсы. Хорошие грипсы, они немножко дороже, чем все остальные. Но они очень прочные и удобные. Вот у меня другого, честно говоря, варианта нет. Я сколько пробовал других грипс, мне они не нравились. Ярик Вирченко. Будут ли у тебя канал на канале конкурсы? Ну, может быть. Пока не планирую, но, возможно, будут. Опять же, Ярик спрашивает. В каких масштабных шоу ты выступал и где они проходили? Масштабное шоу. Но меня периодически приглашали. Я выступал на всяких там открытиях супермаркетов и так далее. Просто показательные выступления. Но это чуть, наверное, не то. Чуть не шоу. В шоу я выступал Украина Май Талант. Возможно, многие смотрели. Я там с Шурвой выступал. В прямом эфире. Было очень стремно на нас. Посмотрело 15 миллионов человек одновременно. Что было стремновато. И чё? Выступал я в Китае. Два года назад я работал в похожем парке, как здесь. И в похожем шоу. Тоже, я считаю, интересный опыт. И вот сейчас здесь, в Германии, я тоже в шоу выступаю. Вот, грубо говоря, три таких более-менее серьезных. Ну и проходили они в Украине, в Германии и в Китае. Так. Ну всё. Это был последний вопрос. Ребят, спасибо вам огромное. Мне очень приятно, что подписчики растут, что вам интересно моё творчество. Я ещё раз напомню, что через полторы недели, где-то думаю так, я сниму следующий выпуск ответов на вопросы. Так что, если вам что-то интересно, пишите прямо сейчас, не поленитесь. Напишите комментарий, напишите свой вопрос. И пролайкайте вопросы, которые написали другие участники. Потому что я буду отвечать только на те вопросы, которые набирают лайки. Набирают наибольшее количество лайков. Как Денис Борисов говорил. Ну вот так вот, ребят. Если вам понравилось видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. Рассказывайте о моих видео своим друзьям. Я буду с большим энтузиазмом всё это делать, снимать. Спасибо огромное вам за внимание. Хорошего дня, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok